Сторонники Палестины продолжают протестовать по всему миру. В Лондоне сторонники Палестины начали нападать на правоохранительные органы и вступать с ними в реальные бои. Такая же картина просматривается и во Франции. Ситуация продолжает накаляться и некоторые лидеры некоторых стран подогревают эти самые волнения. Ну а в Тель-Авиве проходит акция протеста с требованиями прекращения огня, что в общем-то неплохо, так как в принципе это не атака на полицейских, а просто требования и люди имеют право протестовать и выдвигать свои требования. Ну а в Хасавюрте протестующие пришли отель поджечь, где находились беженцы из Израиля, у которых есть родственники в этой самой стране. Вы понимаете, они рассказывают о том, что нужно войну прекратить, а в это же самое время приходят отель поджигать. Это в прямом смысле слова геноцид, повторяющийся со Второй мировой войны, которую вел тот самый Гитлер в попытке уничтожить евреев. Это одно и то же, один в один, только под другими мотивами. Ну а в Черкесске собрался митинг в 500 человек. Там требуют выселить израилетян с их земли. Ну а мир разделился на две части. Организация Объединенных Наций хотела выпустить резолюцию с осуждением войны в Израиле, которую развязал Хамас. И мир, в принципе, разделился практически на две равные половины. Да, те, кто поддерживают Израиль, все-таки остались в большинстве, но резолюцию не приняли. Пусть даже она и номинальная, как рекомендательный характер носит. Но тут прекрасно видно, что мир разделился на две части. Когда мир осуждал Россию и Лукашенко, все было практически единогласно. В данной ситуации мир серьезно разделился напополам. Сторонники Хамаса предложили обменять всех пленных на всех пленных. Интересная стратегия. С учетом того, что они совсем недавно отказались отдавать пленных, Хамасу вообще веры нет. Нет, ситуация разворачивается крайне резко, быстро и непредсказуемо. Тут Цехал заявлял о том, что они готовы подождать наземной операции и тут же нанесли атаку. Хамас заявляет о том, что 5000, 5000 военнослужащих американских находятся уже на территории ГАЗа. А Соединенные Штаты Америки напрямую это отрицают. Я думаю, что если бы Соединенные Штаты Америки впустили бы туда свою армию, они бы не стали этого отрицать. Это, в общем-то, не в их правилах. Но ситуация действительно заворачивается все дальше и дальше. И повторюсь еще раз. Многие лидеры интересных стран подогревают этот самый накал. Ну а Эрдоган заявил, что объявит Израиль военным преступником, и они уже готовят документы. Также Эрдоган на этом самом митинге много интересного сказал и не забыл поугрожать всему миру. Как он сказал, полумесяц против креста. Заявление Эрдогана. Еще сто лет назад Парестина для нас была то же самое, что Аданна. Газа была частью наших территорий, которую мы даже не планировали потерять. Когда я сказал, что ХАМАС и не террористическая организация, Израилю это крайне не понравилось. Я для этого это и сказал. А чего вы ждали? Израиль, как ты оказался тут? Как ты сюда попал? Ты оккупант, ты группировка, а не государство. Запад тебе чем-то обязан. А мы ничем не обязаны, поэтому мы так спокойно говорим эти вещи. К сожалению, каждая страна на Западе тебе чем-то обязана. Следующая цитата. Эй, Запад, я обращаюсь к вам. Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте, этот народ жив. Этот народ стойко стоит. Кем мы были в Ливии? Кем мы были в Карабахе? Мы будем такими же на Ближнем Востоке. Мы можем нагрянуть однажды ночью, заявил Эрдоган. И это громкое заявление с учетом попытки Эрдогана вступить в Евросоюз. Он попытался вывести свои слова в религиозную плоскость, заявив о том, что он собрался воевать полумесяцем против креста. Хотя здесь по факту локальный конфликт террористической организации Хамас, которая вторглась на чужую территорию. Нужно смотреть в корень. Если мы будем разбираться в исторических фактах территориальных целостностей, то многих стран на Земле в принципе не существовало. Можем об этом тоже поговорить. Но это ни к чему не приведет. Эрдоган, походу, начинает сам себя переигрывать. Ну а что касается цивилизованный мир, если они не обратят внимание на всю серьезность ситуации и не примут правильных решений, то ситуация может обернуться против них. Пока они пытаются урегулировать эти самые локальные конфликты, договориться, другие в это самое время пытаются разжечь конфликт на религиозной почве, объединив людей под полумесяцем, как Эрдоган сказал. И ночь может настать. После слов Эрдогана Израиль отозвал дипломатов из Турции. Ну это правильные действия. Единственное, что непонятно, почему другое мировое сообщество никак не отреагировало на данный момент. Ну кроме небольших заявлений. Очень крайне слабых, мягких заявлений. Блогер из Соединенных Штатов Америки показал американские продукты. Точнее продукты российские и белорусские на американских полках. Цены не итоговые, там в общем еще и налог государственный от штата. Он разнится, но суть не в этом. Санкции есть, а продукты как летели, так и летят. Хотя некоторые говорят о том, что подобные производители производят товар в Германии. И он не является ни белорусским, ни российским. Как аналог. И вывозится в Соединенные Штаты Америки и в некоторые страны Европы. Кто владеет этими заводами в самой Германии, нам также неизвестно. Лукашенко и Путин активизируют гибридные действия на границе Евросоюза. Об этом пишут европейские политики. Они заявляют о том, что Лукашенко активизировался, а Путин его подталкивает. Если Путин еще жив. Куча заявлений о том, что Путин уже кони двинул. И сейчас будет действовать его двойник. Не знаю, как на данную новость реагировать, как смотреть на данную информацию, но это СМИ. То есть такая информация есть, ее не озвучить просто было нельзя. Друзья, Лукашенко начинает гибридную войну. Не зря же он совсем недавно заявлял о том, что это чуть ли не поляки сами на себя гибридную войну нагоняют. И всех мигрантов, которые были, которые мы с вами видели, оказывается, это Польша звала. Мол, им выгодно продавать пропуска, чтобы потом в Евросоюз, в Германию, в Италию отправлять этих самых мигрантов. О, как бывает. Беларусь и Россия упали на самое дно мирового рейтинга. В этот раз рейтинг показывал о верховенстве права, которого в Беларуси нет, но, как оказалось, есть. На фоне Российской Федерации в Беларуси еще право какое-то есть. Слушайте, но если уже в Беларуси что-то есть, а в России нет, я вообще слабо представляю, что в России происходит. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока!